Итак, был сделан третий подход Итого 12-10-8-8 Четвертый подход Осталось еще 6 Потом мы переходим на 3 подхода Будем делать подъем-перевороты Где целевая задача задействовать Вот широчайшие нижние части спины Так, я выполнил еще один раз Это был последний Сейчас мы идем на подъем-перевороты Но подъем-перевороты будет выполнен не полностью Чисто для того, чтобы выполнить вот это движение Приведение руки к телу За которое отвечают мышцы спины Окей, пауза Поехали Поехали Довольно-таки интенсивное упражнение Очень хорошо чувствуется проработка Оно комплексно Здесь и квадрицепсы И пресс Значит, хватательные мышцы предплечья Спина Основная задача прокачать вот эту группу мышц Пауза Включила, да? Значит Точно, что мы сделали один подход В количестве 8 повторений Подъем-переворот Всего будет сделано 3 подхода По 8 раз Для того, чтобы преследовать цель Набора мышечной массы Вот Мы изменили ракурс немножечко Поэтому сейчас я покажу с этой стороны Субтитры сделал DimaTorzok Еще один раз Рвем природу Ломаем листья Вот Итого выполнена 2 подход Окей, пауза Да Итого Поднимаем Итого Было выполнено 3 по 8 Вот Очень тяжелое упражнение Учитывая, что я вешу 90 килограмм И рост у меня 190 сантиметров Вот Больше всего весит лень во мне Она весит где-то 8-9 килограмм 1 килограмм воли там Это шутка Итак Вот это упражнение Очень хорошо помогает При развитии спины Она делает вашу спину шире А также прорабатывает ее до самого низу Практически до талии Ширчайшей мыши спины Вот сейчас мы перейдем К тяге С эластичной резиной И там будет уже более Более легко И в то же время будем это выполнять стоя Павла? Да Итак Сейчас я буду выполнять тягу резины к животу Задача Оттянуть максимально далеко локти Движение должно быть четким Значит концентрированным, не резким Будем делать в позиции стоя На полу согнутых ногах В легком наклоне Еще чуть-чуть правее Потом снимешь уже спину Итак, натягиваем Проверяем эластичность Смотрим, что нам было удобно Потихонечку занимаем позицию И начинаем Раз-onerоз, два-надцать Три-четыре- пять-десять Двенадо Двенадо Итак, будет выполнено 3 подхода 12, 10, 8. Вот как вы можете видеть, упражнение довольно-таки интенсивное, несмотря на то, что резина поддается очень легко тяге, не оказывает большое сопротивление. Но учитывая, что резина это как раз неземное притяжение, это несколько другой закон физики, то воздействие на мышцы оказывается очень-очень продуктивное и хорошее. Итак, выполнено третье упражнение 8 повторений, третий подход. Вот, на этом хватит. Сейчас можно сделать, если у кого-то есть гиря, можно еще добавить вот такое упражнение с гирей. Я непосредственно сделаю это, используя вместо гири вес своего сына. И через минуту вернемся. Итак, сейчас я продемонстрирую упражнение, в котором можно использовать членов семьи. Детям весело, нам полезно. Итак, берем захват, сгибаем коленки, яра полностью. Возьми себя за коленки. Отлично, начали. Сделаем 2 по 8, будет отлично. Поехали. Ножки. Сейчас мы будем делать отжимания узким хватом на 30 в внешнюю часть. Вот, демонстрируйте их. Руки ставятся чуть-чуть уже плеч. Задача привести плечок к кисти. Локти при этом прижаты. Количество повторений 12. Задача. 10 раз. Выполнили третий подход. Сейчас переходим к отжиманиям от скамьи сзади. Сейчас я сделаю суперсет. То есть, для тех, у кого, допустим, мало времени, вот я на данный момент должен уходить, встречать жену, я сделаю два упражнения подряд, и поэтому это называется суперсет. Вот, в суперсете, как правило, в зависимости от цели, можно использовать или высокое количество повторений, или низкое. Но, так как я уже сделал одно упражнение в трех подходах, я сделаю низкие повторы, я сделаю в пределах 8-10 оба упражнения. Итак, начинаем. 7, 8, 9, 10. И сразу же второе упражнение, как я и говорил. Кикбэк. Два упражнения по 10 повторений. Окей. Итак, предыдущий суперсет мы начали с отжимания, а потом были разгибания. Сейчас для разнообразия я сначала сделаю разгибания кикбэк, а потом отжимания. 8. Вот, и сейчас я сделаю 8 отжиманий от стерили. Постановка рук ширина плеч. И сразу же пресс. Моментально. Сразу же здесь не отходя от каши. Сразу же делаем пресс, пока раз повторим. Упражнение окончено. Хочу познакомить вас со своим зайцем, Тимати. Вот, он следит за тем, чтобы все упражнения были выполнены четко и хорошо, в цвет. Поэтому у нас очень строгий тренер. Тима, скажи всем лапы привет. Не убегай, а я за ним сижу. Отлично. П. Итак, второе упражнение на пресс. 15 повторений. И еще один потфор. И напоследок, как всегда, что-то зажигательное. Самбо Ча-Ча-Чака, как говорится. Один из видов пресса, который я очень люблю. И так, на сегодня тренировка окончена. Было выполнено 3 упражнения на спину, 3 упражнения на трицепс и 1 упражнение в трех подходах на пресс. Значит, советую всем настоятельно. Попробуйте повторить. Попробуйте сделать. Не ленивтесь, выйдите на тренировку. Не можете сделать 3 подхода, сделайте 1. Не можете сделать 2 упражнения. Допустим, спину и трицепс. Сделайте только одно упражнение. Сделайте хотя бы 3 раза по 5 подтягиваний. Если это будете делать хотя бы 2 раза в неделю, уверяю вас, будет прогресс и рост. Вы будете гордиться собой. Знаете, что в нашей жизни не так много есть чего выбрать. И не так много, как нам кажется. Вроде бы можно съездить в горы, съездить на море, сыграть в футбол и так далее. На самом деле спектр и круг наших занятий очень ограничен. Несмотря на то, что вариантов очень много. Спорт это одно из тех занятий, которое очень многосторонне развивает человеческий организм. Помогает вам провести день лучше и зарядиться на следующий. Для того, чтобы не только лучше себя чувствовать, а также дарить энергию окружающим. Всем пока. Всегда вас. Всегда ваш. Люблю вас, Иван Высоцкий.